Привет, друзья! Это домашняя тренировка с одной гирей. С вами тренер силы и выносливости Федор Сергей. Мы продолжаем цикл наших тренировок. Это вторая часть. Сегодня, так же, как и в первой, мы сделаем три задания в одной тренировке. Первое задание – силовое. Второе – это МИДКОН, тренировка на выносливость, задание на выносливость. И третье задание – это гимнастическое задание, которое укрепит ваше тело. Итак, первое задание. Необходимо выполнить пять раундов, из которых 30 секунд максимум взятия гири на грудь плюс толчок максимальное количество на 30 секунд правой рукой. Сразу 30 секунд максимальное количество взятий гири на грудь плюс толчок левой рукой. Две минуты отдых после этого сразу. То есть в одном раунде получается три минуты. 30 секунд взятия плюс толчок, 30 секунд взятия плюс толчок, две минуты отдых. Результатом будет являться сумма повторений всех левой рукой плюс правой рукой, помноженное на вес вашей гири. Гири может быть у вас и 16 килограмм, и 10, и 20, и 30, и 40, и 50. Я не знаю, какие монстры смотрят меня, хотелось бы узнать вас поближе. Итак, выполнение. Отключайте секундомер по команде на старт-майне марш. Сначала выполняйте полное выпрямление, после чего повторение. Раз. Два. 30 секунд сделали, поставили, поменяли руку. 30 секунд. Второй рукой. Техника выполнения. Время подъема необходимо гирю взять не по центру, а с краю. Вот таким образом. Для чего это нужно? Для того, чтобы когда вы переваливаете гирю на предплечье, она у вас не падает, накрывая, как крышка унитаза, а подворачивается винтовым образом. Выпрямились. Наклон. Закрутили. Попробуйте это сделать отдельно. Закрутили. Когда отпускаете гирю вниз, подкручивайте ее, как маятник, и раскручивайте. Толчок. Гиря лежит на плече. Не на плече, а на предплечье, на руке. С этого положения корпус чуть под вперед. Таз можно завести чуть вперед, для более уровня стойки. Для того, чтобы у вас это получилось, просто постойте. Таким образом. Подсед. Толчок. Гантель, гирю отправляйте ровно к центру. То есть она должна быть заведена ближе к голове. Не в сторону, а к центру. Плечо должно быть всегда активное. Поднимите плечо выше. Отпускаем. Подсед. Подворачиваем. Закручиваем. Толчок. Во время маха гири используя свободную руку, как маятник. Отводите ее максимально назад. Это позволит вам придать ускорение. И выполнить более технично. Правильно. Результатом будет являться количество взятий толчков правой рукой, и количество взятий толчков правой рукой, умноженное на вес гантели, гири. Почему это сделано, объясню. Может быть так, что одна из ваших, одна рука какая-то больная. А выполнить тренировку надо. И вы использовали на одну руку вес 32 кг, на другую руку вес 10 кг. Используйте, считайте и покажите, что у вас получилось. После силового задания, отдых 5 минут, и мы переходим к заданию на выносливость. Задание на выносливость необходимо выполнить 5 раундов на время. То есть, включаете секундомер, начинается задание. По окончании, как вы только все выполнили, выключаете секундомер, и смотрите, какое время у вас получилось. 4 упражнения. Задание на выносливость. Первое. Это удержание гири над головой на прямой руке 60 секунд. Второе. Удержание гири на прямой руке над головой 60 секунд другой рукой. Дальше 20 бёрпи и 20 гоблет-выпадов. То есть, выпадов с удержанием гири перед собой, фронтально. Не на плечах, не на спине, на руках перед собой. Смотрите. По команде марш первое упражнение. Выполняйте подъем гири любым способом, хоть рывком, хоть толчком. 60 секунд. В первом раунде, скорее всего, вы выполните 60 секунд без разбивки. В следующем раундах, знаю точно, в третьем раунде начнете разбивать. Поэтому считайте, чтобы у вас получилось 60 секунд. То есть, вы можете поднять, начать удерживать гирю, получилось 20 секунд. Отдохните так, чтобы рука остановилась, переходить к другому упражнению нельзя. Подняли гирю еще раз. Продолжаем удерживать. Еще, наверное, 20 секунд. И так, пока не удерживайте 60 секунд, не переходите к другой руке. То же самое с другой рукой. 60 секунд удержания гири над головой. Дальше. Берпи. Берпи выполняется обычно. Ложимся на пол. Упор лежа. Отжимания. Подъем. Прыжок легкий. И хлопок над головой. То есть, хлопок не надо так, чтобы соседи проснулись. А просто поднимите руки над головой. Здесь важно, чтобы ваши плечи поднялись вертикально. То есть, можно держать руки полностью вертикально, а можно просто плечи. Так гораздо удобнее. То есть, акцент не на хлопок, а на подъем. 20 раз. Четвертое упражнение – это гоблит-выпады. Взяли гантелю, гирю. Удерживаю фронтально. Локти как можно ближе для упора. Для того, чтобы не тратить лишние силы на удержание. И выполняем выпад. Колено касаемся пола. Вернулись назад. 20 выпадов. Таких 5 раундов. Результатом будет являться время выполнения этого задания. Результаты запишите в комментариях. А я под этим видео написал примерные результаты для начинающего, новичка, продвинутого атлета. Третье задание – это гимнастика. Располагаем гирю-гантелю на расстоянии вытянутых ног. Садимся по плотне, носочки вытягиваем. Положение рук. Руки ставим между бедром и коленями. В таком положении не сзади, а перед собой. У вас есть три раунда. Эти три раунда необходимо выполнить за минуту. Максимальное количество перебросов ног через гирю или гантель. Минуту сделали. Считаем. Раз, два, три, четыре. Минуту сделали. Две минуты отдых. Второй раунд. Продолжаю выполнять. Две минуты отдых. И третий раунд. Минуту сделали. Две минуты отдых. На этом объяснение тренировки второй части закончено. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, сколько у вас получилось. Мне очень приятно и очень поучительно. Читайте ваши комментарии, сравните результаты, выставлять лидерборд, писать какую-то линейку для того, чтобы выстраивать следующие тренировки. На этом все. С вами был тренер силы и вносливости, Федор Сергей. Подписывайтесь и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok